Они меня заставили учиться сначала. Сейчас я за ними ухаживаю. Ещё недавно Ганит Анирбергенов не жил, а выживал. Перебивался случайными заработками. Теперь в нём не узнать вчерашнего безработного. Рядом с домом появилась мини-ферма. Мужчина признаётся, однажды просто надоело испытывать нужду. Собрал волю в кулак и решил выработать на себя. Инвалиду третьей группы поначалу было сложно, но помогли дети. Старший сын даже отучился на ветеринара. Ярке Булан теперь главный советчик папы. Я горжусь, что у меня папа такой. Он всегда говорил, надо учиться, на совесть работать. Поэтому я сначала колледж окончил, в университет поступил. Хочу помогать ему. Семья уже оплатила первый платёж по кредиту, продав несколько телят. Подрастают следующие. Зарабатывают и на молочной продукции. Сэкономленных денег хватило, чтобы купить машину. Мужчина рад. Не иномарка, конечно, но в хозяйстве незаменимая помощница. Это я делаю для себя, для семьи, чтобы расшириться, чтобы хорошо жить. По телевизору смотрим новости. И мы тоже хотим расшириться. Фермерами стать. Из безработных предпринимателей решили уходить и другие сельчане. В прошлом году только в районе, где живёт Ганита Нербергенов, появились ещё 124 бизнесмена. Среди них и бывшая домохозяйка и многодетная мама Жанелла Распекова. Раньше женщину пугали слова «бизнес и кредит». Теперь она уверена – нет ничего невозможного, если хочешь и умеешь работать. Жанелла откармливает бычков на мясо. Дело уже стало семейным. Я раньше в городе Тамадой работал. Потом мама предложила перебраться сюда. Многие подумают, что тут перспектив нет, ошибаются. Мы ещё расширяться будем. Пока молодой, надо работать. Многие новоиспечённые фермеры прибыль пока не получают. Говорят, это нормально. Всё будет со временем. Мечтают наладить бизнес так, чтобы ещё и соседей на работу взять. Продолжение следует...